Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и от моих подписчиков исходит много вопросов по поводу того, как же я захвачиваю экран своего айфона. И вот в этом видео я вам хочу рассказать, как же я это делаю. Итак, поехали! Переходим на официальный сайт разработчика, ссылку на него я оставлю в описании и скачиваем оттуда приложение Рефлектор. Также в описании под этим видео вы найдете ссылку на текстовый файл, в котором вы найдете ключ для активации полной версии. В правом нижнем углу на Windows вы сможете найти настройки данной программы. В настройках можем поменять разрешение записываемого видео, также можем поменять имя компьютера, задать пароль, можем запускать программу сразу на весь экран или показывать наш айфон поверх всех окон. Также имеется фпс в данный промежуток времени. Для того, чтобы подключить ваше iOS устройство непосредственно к вашему компьютеру, открываем Control Center, нажимаем AirPlay, далее выбираем устройство и нажимаем видео повтор, после чего готово. И через несколько секунд экран вашего iOS устройства появится на вашем компьютере. Правой клавишей нажимаем на iPhone, здесь мы можем перейти в полный экранный режим, также можем включить или выключить соединение, можем выбрать показывать или не показывать рамку, и также можем выбрать саму рамку, это два цвета iPhone 5, все цвета iPhone 5C и три цвета iPhone 5S. Для того, чтобы начать запись, нажимаем на Start Recording или на Alt R, после чего запись начнется. Также для того, чтобы остановить запись, клацаем правой клавишей по iPhone и нажимаем Stop Recording. Осталось выбрать, куда мы хотим сохранить исходный файл, в моем случае это будет рабочий стол и нажимаем на клавишу Сохранить, после чего мы получаем видео, но без рамки iPhone. Если же вы хотите узнать, как же в программе Adobe Premiere добавить эту рамку, то ставьте лайк этому видео и следующее видео будет как раз именно об этом. А на этом собственно все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...